Здравствуйте! В прямом эфире информационная служба Кокщи Акпарат, студии Санья Кубжасарова, сурдоперевод Людмилы Изотовой и коротко о главном. В ходе рабочей поездки в Весельский район Аким Акмолинской области Ермек Маджикпаев посетил ряд объектов, которые в этом году были отремонтированы по программе «Дорожная карта занятости». Об этом более подробнее расскажу вам я, Абайка Акимбек. В целях предупреждения распространения заболеваний коронавирусной инфекцией в междугороднем транспорте на территории Акмолинской области везены ряд ограничений. Об этом более подробно расскажу вам я, Игерим Сульменова. 56 случаев лесных пожаров зарегистрировано на территории Акмолинской области. Более подробно уже через несколько минут расскажу вам я, Аслан Абуталипов. Сегодня глава государства провел заседание Верховного Совета. Были рассмотрены такие важные вопросы, как подходы к преобразованию системы государственного планирования, макроэкономическая политика, социальное развитие, диверсификация экономики и реформирование предпринимательской, судебной и правоохранительной систем. Это новая система государственного планирования. Она должна обеспечивать последовательность и взаимосвязанность программ и реформ. Она должна быть абсолютно прагматичной, с тем, чтобы оставить свободу манёвра для исполнителей. Крайне важно, чтобы не нагружать исполнителей дополнительной работой, то есть нельзя допустить перегрева. Цифровизация – важный шаг для страны. В этой связи президент поручил ускорить цифровизацию системы государственного планирования реформ. Также необходимо проанализировать всю иерархию документов и программ в государственных органах. Самое главное – видеть эти задачи. Куда мы, в каком направлении двигаемся, что мы хотим. Мне кажется, с точки зрения подготовки документов для высшего совета при президенте, нужно учитывать все эти аспекты. Кроме того, поручено уделить особое внимание развитию социального кодекса проекта «Цифровой Казахстан». На заседании совета рассматривался вопрос совершенствования судебной системы. Работу по внедрению передовых IT-технологий следует продолжить. «Всякая работа должна быть на благо людей», – об этом заявил президент. В будущем будет увеличиваться заработная плата учителей физкультуры, которые организуют в школах дополнительные внеклассные спортивные секции. Соответствующий законопроект одобрен бажолисом. Кроме того, планируется увеличить количество спортивных инструкторов. В результате комплексной работы массовым спортом будет задействовано 600 тысяч человек, сообщил министр культуры и спорта. Основные изменения в документе направлены на совершенствование мероприятий по вовлечению детей в занятия физической культурой. Развитие массового спорта очень важно для нашего будущего, особенно для нашей молодежи. Это связано с тем, что олимпийские чемпионы и чемпионы мира, повышающие престиж нашей страны, ушли из массового спорта. В частности, мы знаем, что чемпионы по боксу и борьбе родом из сельской местности. И поэтому одной из основных задач Минспорта должно стать повышение зарплаты спортивным инструкторам, организация их работы. Спрос на сборщиков долгов в стране будет усиливаться. Сегодня законопроект одобрен бажолисом в первом чтении. Несмотря на то, что принимаются соответствующие меры по регулированию ситуации на рынке потребительского кредитования, проблемы в этой сфере все еще существуют. На сегодняшний день 170 тысяч предпринимателей, 810 тысяч физических лиц получили кредиты от микрофинансовых организаций на сумму 735 миллиардов тенге. 38% индивидуальных заемщиков имеют просрочку, точнее около 300 тысяч человек. Для повышения ответственности коллекторских агентств депутаты должны увеличить уставной капитал не менее чем 10 миллионов тенге. Пересмотр требований коллекторским агентствам – это насущная необходимость, так как мы неоднократно говорили, что поступает много жалоб на их деятельность. Считаем, что введение требований по уставному капиталу для коллекторской деятельности является обоснованным. Размеру уставного капитала должен быть достаточно, чтобы компания могла вести ответственный бизнес. Спикер Мажлиса подчеркнул, что коллекторские агентства должны работать в рамках закона. Но он поручил агентству по регулированию финансовых рынков пересмотреть минимальный размер уставного капитала. Как известно, по поручению президента ведется планомерная работа по снижению долга социально незащищенных слоев населения. Долги около 500 тысяч должников по стране полностью или частично погашены. В статистике по COVID-19 на 9 декабря 2020 года в мире зафиксировано 282 962 новых случаев заражения коронавирусом. В Казахстане за последние сутки выявлено 729 человек с положительным ПЦР-тестом на коронавирусную инфекцию. В городе Нурсултан 106, Павлодарской области 98, Восточно-Казахстанской 95, Костанайской 74, Североказахстанской 70, в городе Алматы 68, Акмолинской 60. По 34 случая в Западно-Казахстанской и Атыраусской областях, 30 в Карагандинской, по 22 заболевших в Алматинской и Жамбулской областях, Актюбинская 8, Шемкенте 4, Мангастауской 3, Казалардинской 1. Маски и социальная дистанция все еще актуальны. Главная задача – не допустить распространение коронавируса. Медики призывают казахстанцев соблюдать все санитарно-эпидемиологические требования. Проекты Акмола Адалдыхалана, антикоррупционное сопровождение бизнеса и инвестиций, посол честности, школы добропорядочности Адалкумек уже не нуждаются в представлении. В рамках них проделана большая работа. К слову, регион лидирует по республике в части эффективности и количества мероприятий. Представители антикоррупционных ведомств отчитались о проделанной работе. Встреча состоялась в рамках Международного дня борьбы с коррупцией. У нас в текущем году идет снижение как тяжких, так и коррупционных преступлений. Но здесь надо сразу одну вещь отметить, что мы отошли от вопросов тиражирования преступлений. Единым фактом оно регистрируется – человек на лицо. Поэтому у нас эти вопросы есть. Но по ущербу, конечно, здесь у нас больше вышло. В более 1 миллиарда установленный ущерб у нас составил. А возмещено ущерб 650 миллионов у нас в текущем году. По количеству лиц надо говорить, что где-то в среднем тоже есть снижение – 72 лица. Интерактивная карта открытых бюджетов и в целом автоматизация процессов – это возможность ввести открытую бухгалтерию и контроль каждого государственного Атина. Таковые имеются уже в сфере ЖКХ, транспорта и образования. Это очень важно, Малыш старший. Вы все программы видите сейчас. Сейчас мы создаем обученную бухгалтерию и образование. Но нужна она. Выделяем почти полмиллиарда тенге, которая, условно, за два года возвращается. Правильно же, да? Сокращение людей и все остальное, автоматизация. Вот теперь смарт есть у нас. Но у нас локальные вещи. Департамент полиции с нашей делом тоже цикрализуем, отцикровали. Но тоже локально. Вот все мы должны объединять. Это очень важно. В завершении встречи Ирмек Маржахпаев отметил заметную динамику развития и повышения участия институтов общественного контроля в наиболее важных государственных задачах. Искоренение коррупции – главная задача в построении светского государства. Саня Кубжасарова, Адархан Ужибаев, Жамбул Балтаев, Кокчаяк, Парад. 9 декабря в календаре отмечен Международным днем борьбы с коррупцией. В Акмолинской области в рамках противодействия коррупции реализуется ряд масштабных проектов. Кроме того, в этом году 72 должностных лица было привлечено к уголовной ответственности за коррупционные правонарушения. В регионе вопросы противодействия коррупции на постоянном и особым контроле. Руководство области регулярно заостряет свое внимание на открытости и прозрачности работы государственных органов. В целом за год в регионе проведена масштабная и комплексная работа. Департаментом по противодействию коррупции расследовано свыше 100 уголовных дел, основная доля которых приходится на тяжкие коррупционные преступления. В целях установления прозрачности и открытости государственных органов в 17 районах и двух городах области были открыты сервисные акиматы. Осуществлен перевод в формат Open Space. С 11 сентября текущего года реализуется проект «Аш-бюджет», который направлен на повышение финансовой грамотности населения. То есть в рамках данного проекта ведутся мониторинговые работы инструментом, интерактивной карты, в рамках чего на сегодняшний день сэкономлено 9 миллионов 700 тысяч тенге. В период пандемии актуальным вопросом было, конечно же, мониторинг обеспечения лекарственными средствами в целом в регионе, в рамках чего проектным офисом совместно с общественностью, с представителями средств массовой информации были осуществлены более 100 выездных мониторинговых работ. Это посещение склада и склада фармации, аптечных сетей, склад управления здравоохранением области, в целом больницы, поликлиник на предмет обеспечения лекарственными средствами. К слову, если говорить о специальных мониторинговых группах, то их деятельность в регионе активизирована. Действуют также информационно-просветительские штабы. Они ориентированы на продолжение масштабных антикоррупционных проектов, а их 15. Потому круг планов на будущий год уже очерчен. Государственные программы для улучшения качества жизни населения активно реализуются в районах Акмолинской области. За отчетный год только в Весельском районе завершены крупных три проекта в рамках Дорожной карты занятости 2020. Акимогастер Макмаржапаев в ходе рабочей поездки в город Есиль ознакомился и проверил качество выполненных работ. «Так, мы здесь были когда?» «Ровно шесть месяцев назад. Состояние было вот такое удурчающее состояние». «Совершенно верно. Как раз вот все вопросы, видите, как было. «Осталась просто коробка, да?» «Совершенно верно». «Да, всё разобрали, коробка. И сегодня собрали всё. «Собрали всё». Посад красивый, нормальный. Вот здесь внутри кровлю привели в порядок. «Привели в порядок. Но поменяли?» «Всё поменяли». В этом году в городе Есиль была отремонтирована средняя школа номер один. Ремонтные работы завершены. Материально-техническая база также усовершенствована. Сегодня дежурные классы обучаются уже в обновлённых кабинетах. Однако есть ещё вопросы, которые требуют отдельного внимания, отметил Аким области. Ермек Баджикпаев дал чёткие поручения по результатам проделанной работы. «У нас одна обязанность вам заплатить. Государство вам платит. Всё остальное ваше обязательство. Работать надо. Устранять вот эти всё, смотрите, недоделки. Дети же, пандемия пройдёт, спрос будет жесточайший. И коллектив надо настроить также». Кроме того, в рамках программы дорожной карты занятости 2020 в Веселе также завершается ремонт средней школы номер два. На это было выделено свыше от 314 миллионов тенге. Данная школа рассчитана на 471 учащегося. Сегодня здесь обучаются 385 школьников. «Что мы сделали? Капитальный ремонт. Кровля, окна, фасад. Всё поменяли. Всё доделали или нет? Всё доделали. Или есть вопрос? Нет вопроса. Всё мы выложили. Всё сделали». В этом году большое внимание уделено сфере образования на всей территории области. При поддержке правительства были приобретены 23 тысяч компьютеров, которые в приоритетном порядке предоставлены детям из малообеспеченных семей. Также проведена объёмная работа по ремонту образовательных учреждений. «Школу подремонтировали. Вы помните, да, мы когда приезжали в прошлом году, столько вопросов задавали. Ну, наконец, так обещали, получили. Доделаем, ещё доработаем. Ну и, в принципе, можно начинать работать. Пандемия сегодня уже говорили. Во все сферы жизни какие-то изменения вносит. Ну, особенно, конечно, по образованию. Почему? Потому что и с интернетом у нас вопросы были, пусть как-то более-менее мы их подтягиваем. Серьёзные вопросы были по компьютерам, по технике, планшетам, ноутбуксам. Все годы учились, учились здесь, столько мечтали действительно о ремонте, какие только не пережили и морозы, и всё было, да, в этой школе. Мечтали, мечтали, мечта сбылась. Спасибо огромное за вашу помощь». В этом году также был проведён капитальный ремонт здания районной библиотеки. Здесь также планируется открыть музей. «Музей нужен, но необходим. Вот даже люди приехали раньше, которые жили здесь, историю хотят вспомнить. Да и детям понятие приемственности должно же быть. Это будет очень хорошо. Музей должен быть. А ремонт сделали очень хорошо. Светло стало вот здесь». Дорожная карта занятости 2020 дала импульс к дальнейшему развитию населённых пунктов в районах Акмолинской области. При поддержке государства и местных исполнительных органов реализуются многочисленные проекты, которые также обеспечивают сельских граждан работой. Абайка Кимбек, Боржан Смогулов, Алмаз-адвокасов, Кокшах-парад. Несмотря на то, что Акмолинская область перешла в жёлтую зону, карантинные меры по-прежнему актуальны. В вопросах пассажирских перевозок введён ряд ограничений, а также и санитарных требований. К примеру, 16 марта не курсируют международные и межобластные автобусные сообщения. А внутри области с 1 сентября осуществлялась перевозка только по 10 маршрутам. Заполняемостью по числу мест для сидения и соблюдением социальной дистанции. Так, для сведения, средняя загрузка пассажиров по международной автобусе составляла менее 50%. То есть автобусы наполовину ходили пустые. Вход пассажиров в автобус осуществлялся при обязательном наличии масок. Для обработки рук пассажиров и водителей были установлены санитайзеры. На брифинге также прозвучало, что с 4 ноября были приостановлены все авиарейсы по направлениям Кокшетау-Алматы, Кокшетау-Актау. Уже в декабре они были возобновлены, но первый рейс, запланированный на 8 декабря, пришлось отменить, так как не было пассажиров. Дальнейшие рейсы будут зависеть от спроса. Что касается железнодорожных сообщений, то тут также даны пояснения. Они в настоящее время курсируют в ранее установленном 12 ноября режиме. Так, с 12 ноября текущего года периодичность железнодорожных пассажирских перевозок по направлениям Кокшетау-Козелорда и Петропавловск-Алматы изменено с 7 до 3 раз в неделю. То есть раньше поезда ходили ежедневно, сейчас ходят через день. Посадка и высадка пассажиров осуществляется только на станции, где расположены вокзалы 1, 2 и 3 класса. Однозначно речь идет и о социальной дистанции, а также чистоте салонов и купе. Контроль за всеми требованиями ведется специальными службами при посадке пассажиров. В случаях, когда нормы не соблюдены, может дойти и до снятия автобуса с маршрута, либо отказ посадки в поезд. В поселке Нурлыкош разразился скандал. Автобусная остановка стала удочкой для ряда других обвинений. Напомним, этим летом здесь проложили асфальт. Буквально недавно запустили новые автобусы. Было решено и расширить маршрут общественного транспорта. Да, вот только, как пояснили в Акимате Красноярского сельского округа, пока проектно-сметной документации на установку остановочных павильонов нет. Поэтому где будут временные решения за общественностью? Отсюда и пошли разногласия. Я хочу, чтобы было на законных установках. То, что остановку ставят здесь, хотят ее там поставить. Есть ли какая-то проектно-сметная документация? Проектно-сметной документации нет ничего. Келес жилга, боел жил жилга вообще, «В этом году на это и деньги не предусмотрены. В следующем году уже выделят средства. Поставим, как положено, остановочные павильоны. Сейчас будет временная площадка. Остановки ставить не будем. Расстояние между остановками должно быть порядка 700 метров». «От второй остановки до третьей остановки сколько метров?» «Где-то 350 метров. Подрядчиков попросили. То Кукшетау Агроинвест они и дороги делали». Некоторые активисты, жители поселка Нур-Лы-Кош, по собственному желанию собрали определенные средства на приобретение труб для установки площадок под остановочные павильоны. У других возникли вопросы относительно качества асфальта и рационального использования бюджетных средств. «Говорите, Жиргау активны? Ничего подобного. Асфальт должны были проложить на первую улицу. Там два инвалида. Как скорая приедет, мы носилки на руках несем. Зная это, он проложил на своей улице еще три остановки, разделил на 30 домов. Остальные жители что, не люди? Жиргау говорит, что совет собирал, кого он собирал, меня не звал. Вы там были? А вы? Сам пишет отписки, будто мнение всех жителей. Кому-то асфальт к дому положили, подъезд прям за государственные деньги до своего магазина проложил асфальт. Кто давал ему такие права? Что за наглость? Любая государственная поддержка с его помощью распределяется только среди его родственников. Сколько домов здесь он присвоил для своих родных? Я могу доказать. Ему их хотел забрать. Я даже в суд подавала. Аким, господин Асин, не проводит должной работы. Говорил бы с народом, тогда бы и шума такого не было. Говорил бы с народом, тогда бы и шума такого не было. По словам Серегжана Макиша, исполняющего на данный момент обязанности Акима Красноярского сельского округа, 45 миллионов тенге, выделенных на дорожное полотно, полностью освоены. Проложено 2 километра 300 метров асфальтно-бетонного покрытия. Еще на 8 миллионов идут работы по отцепу щебня. Около 40 миллионов тенге из республиканского бюджета. Порядка 5 миллионов областного. Если есть какие-то вопросы по коррупционным вопросам, кому-то проложил осад, это уже коррупция. Вы можете напрямую обратиться к антикоррупционным службам. 7 декабря текущего года обращение от гражданки Гульзеры Рамазан принято антикоррупционной службой Акмолинской области. В настоящее время оно находится на рассмотрении. В Акмолинской области в этом году произошло 56 лесных пожаров. Также в регионе наблюдается снижение лесопокрытых территорий. Эти и другие важные вопросы охраны леса и животного мира обсуждены на заседании по итогам года. Всего государственный лесной фонд области составляет 1 миллион 58 тысяч 780 гектаров, в том числе лесопокрытых территорий более 384 гектаров. Несмотря на предпринятые ранее меры, все же в области имели место несколько десятков лесных пожаров. Куйбышевское учреждение лесного хозяйства. Три случая общей площадью 0,4 гектара, лесопокрытые 0,1 гектара. Малотюбкинский лесхоз. Два случая общей площадью 0,42 гектара, лесопокрытые 0,42 гектара. Отрадинское учреждение лесного хозяйства. Три случая общей площадью 0,7 гектара, лесопокрытые 0,21 гектара. Урумкайское учреждение лесного хозяйства. Два случая. Общей площадью 1,6 гектара. Лесопокрытая 1,6 гектара. Всего от лесных пожаров был причинён ущерб на сумму более 38 миллионов тенге. Кроме того, на тушение пожаров было направлено порядка 5 миллионов тенге. Материалы по 22 пожарам направлены в органы полиции. Материалы по 3,6 гектара. Материалы по 3,6 гектара. Может, давайте стимулируют лесниковку. Случаи возгорания у нас есть. В связи сейфи необходимо не отвлекать лесную охрану на другие работы, не связанных с введением лесного хозяйства. Однако, имеются факты от лечения лесной охраны частыми проверками, которые порой длится неделями. А именно государственные учреждения по сбору, когда больше в Тюнском, Ародинском. Вместе с тем, я пойму, что сегодня начать под затоху пожароопасным периодом, в связи с тем, что учреждения лесного хозяйства поручают, электролер, СДРГ. Обеспечивают качественное выполнение плана по профилактике и предупреждению лесных пожаров. Также, в совместности с правоохранительными органами, активизируют меры по совместному действию, по борьбе с брагомерством и другими нарушениями природоохранного законодательства на территории лесного фонда области. Также заместитель Акима области поручил отрегулировать механизмы взаимодействия между противопожарными и лесоохранными ведомствами и органами внутренних дел. Кроме того, планируется увеличить площадь лесопосадок и количество посадочного материала. Аслан Абуталипов, Алмаз Адуакасов, Кукчах-Парад. Подведены итоги открытого голосования национальной премии «Народный любимец года». Звание лучшего работника санитарно-эпидемиологической службы завоевал Сиралы Жолдосбаев из Бурабайского района. Наша съемочная группа познакомилась с ним поближе, проведя с ним один рабочий день. Сиралы Жолдосбаев родился в Омской области Российской Федерации. Там же окончил школу и поступил в медицинский институт по специальности санитарный врач. Затем по распределению в 1986 году молодой специалист поехал в Челябинскую область, где проработал 4 года. Сиралы Яслямович поделился историей о том, как выбирал дело своей жизни. Это связано с моей дружбой с одним товарищем, который тоже в Российской Федерации находится, Иван Иванович Бородин. Мы с ним закончили школу 10 лет, за одной партой находились. Потом вместе учились 6 лет в институте. Но почему попали в санитарную службу? Здесь получилось так, что его старший брат в 1979 году закончил санитарно-генический факультет. И что-то он с нами побеседовал, и получилось так, что мы оба попали на санитарно-генический факультет. В 1990 году Сиралы Яслямович переехал в Казахстан. Практически вся его родня на тот момент проживала в Кокшетал. Они и стали причиной переезда в эти края. И вот с того момента, как началась его профессиональная деятельность в Бурабайском районе, прошло почти 30 лет. Кадровый состав здесь очень сильный, очень грамотный. И, наверное, это то, что мы проживаем в Бурабайском районе. На сегодняшний день зарегистрировано по Бурабайскому району 461 случай. Из них 230 – это симптомные у нас симптомы, и 231 – бессимптомные. Коллективом проводится весь комплекс противоэпидемических мероприятий. В частности, в первую очередь, это своевременное выявление, изоляция больных. Когда мобильные группы работали, у нас очень много мероприятий проводилось по ресторанам, свадьбы различного рода, поминальные обеды. На сегодняшний день, буквально где-то месяц-полтора, у нас ни одного такого мероприятия не зарегистрировано. В Бурабайском районе насчитывается два инфекционных стационара для лечения пациентов с диагнозом COVID-19. На сегодняшний день они заполнены на 50%. Общая численность КОИКОМЕ составляет 160. За значимый вклад в работу санитарно-эпидемиологической службы в период усиленной борьбы с распространением коронавируса, Сиролы Ажолдозбаев был признан лучшим. По итогам открытого голосования он стал обладателем национальной премии «Народный любимец года». Напомним, это мероприятие проводится ежегодно вот уже 10 лет. Мы очень рады, что наш Сиролы Слямыч такое звание получил. Все-таки я считаю, что он заслуживает. У него очень большой стаж работы в нашей санитарной службе. Работа такая сложная, скрупулезная, особенно... В настоящее время очень много приходится работать. Бывает и допоздна, и выходные, и все это такая нагрузка сейчас. Ну и, конечно, наш руководитель старается обеспечить нас, как говорится, всем, чем можно. В принципе, мы обеспечены и решить своевременно все проблемы. Герой нашего сюжета имеет статус отличника здравоохранения, а самое главное – уважаем в обществе. А еще Сиролы Ага – очень скромный и сдержанный человек. Несмотря на большую загруженность на рабочем месте, он старается уделять внимание и семье. Зарина Дюсикеева, Василий Вережников, Жамбул Балтаев, Кокщак, Парад. Тель-Тауэль-Сиздек-Трега – именно под таким названием в регионе проходит челлендж. Как известно, язык народа относится к его духовным ценностям и неразрывно связан с историей становления нации. А потому важная задача – сохранить его и укреплять статус. «Язык – наше главное богатство, поэтому считаю своим долгом поддержать челлендж Тель-Тауэль-Сиздек-Трега. Лично для меня родной язык – это наследие предков. Как отметил стратегий «Казахстан-2030» и посланий «Единая цель, единые интересы, единое будущее» Ельбаса, лидер нации Носултан Назарбаев – это не просто ценность, а ценность на века». Челлендж, который продлится до 15 декабря, поддержали судьи области. Они активно участвуют, размещая видеоролики в интернете. На сегодня уже подготовлено 13 роликов. Если говорить непосредственно о деятельности областного суда, то с начала года порядка 4 тысяч и 43 тысяч дел здесь рассмотрено на государственном языке. «Наш родной язык нужно расценивать как залог будущего страны. С момента обретения независимости в Казахстане большое внимание уделено развитию государственного языка. Практически в каждом послании Ельбасы и президента данный пункт особенно выделяется. Язык укрепляет независимость, и этот челлендж – очень важное начинание в идеологическом плане. Мы всегда поддерживаем такие инициативы и впредь намерены быть активными». «Любой язык помогает узнать культуру народа, разглядеть его исторические грани. Можно быть полиглотом, но при этом высоко чтить свой родной язык. И это важно всегда». Кокшатау открыт Центр искусств. Работа объекта, в котором обучается более 50 учеников, стремительно развивается. Преподаватели обучают игре на дамбре, гитаре, фортепиано, а также пению и актерскому мастерству. Алибий Крошитов после учебы в музыкальной школе в 2008 году поступил на отделение «Традиционная песня музыкального колледжа имени Биржана Сава». После этого в 2016 году окончил Казахский национальный университет искусства, затем получил степень магистра режиссуры. Овладев секретами разных видов искусств, он полон решимости и готов внести свой вклад в культурное развитие своей родины. В настоящее время он возглавляет Центр искусств Кокшатау. Открыть его помог Сартай Даулитхан, руководитель музыкальной студии Сартай в Нур-Султане, крупнейшего творческого центра в Казахстане. Сейчас у нас 5 преподавателей. Мы планируем еще 7 их взять, 12 преподавателей, и довести в школу до 200 учеников. То есть такой школы в Кочетове еще не было, чтобы наши дети были талантливые, чтобы они обокращались духовно, были богаче своих сверстников. У нас ускорено обучение, результат уже после третьего урока. То есть за 3 месяца мы научим играть на любом инструменте. Конечно, нам нужна государственная поддержка. Мы открылись сами, но нам не хватает инструментов, качественных, хороших. И также расшириться. Да, также у нас планируется в будущем открываться танцы, лезгинка, бачата, групповые занятия. Но так как карантин разрешается до 15 человек, все санитарные нормы мы выполняем. На сегодня центр укомплектован квалифицированными специалистами. Сегодня домбристы изучают несколько кьюев, а вокалисты, музыку на разных языках. Я пришла сюда два месяца назад. Очень хотелось развиваться в творческом плане. Мне здесь очень нравится. Преподаватели объясняют, что доступно и хорошо. За два месяца я разучила несколько пьес. Надеюсь, в будущем заниматься этим профессионально. Раньше пробовала играть на дамбре и танцевать. Но мне очень понравились занятия по фортепиано. Мой интерес к нему каждый день растет. Действительно, среди молодежи есть немало тех, кто желает влиться в искусство, заниматься на профессиональном уровне. Мадина Смогул, Васлана Буталибов, Тлека, Иржан Дархан, Мужубаев, Кукшиак, Парад. На этом у нас все. В студии работали Саня Кубжасарова и Людмила Изотова. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова